33 часа игры, 1000 сыгранных битв, 4 дня стрима. И всё ради того, чтобы, конечно же, занять топ-1 в своей фракции, и, конечно же, стать топ-2 в мире в войне фракций, как на iOS, так и на Android-устройствах. Да, я это, наконец-таки, сделал, ребят! Я достиг топа-1 в мире, и это очень и очень круто! Ну, точнее, не совсем в мире, но в своей фракции. В мире я достиг топа-2. Да, не обогнал всего лишь одного человека, который набрал 6 миллионов очков, и я вообще не понимаю, каким образом он это сделал. Я еле-еле набрал 4 миллиона, при этом сыграв 33 часа за 4 дня. За 4 дня. Обо всём по порядку. Всё это я вам расскажу, покажу, как я это делал, потому что, конечно же, были люди, которые сомневались, которые писали, ты чё, читер? Нет, у меня сохранены все стримы, и поэтому доказать у меня не будет никаких проблем. То, что я наиграл, 33 часа. Всем привет, ребят! Вы на канале Стивен Геймс, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat X Mobile, хотя сегодня играть я особо не буду, но всё-таки, я продолжаю вам рассказывать об игре Mortal Kombat X Mobile, и сегодня я, конечно же, вам расскажу о том, как занять топ-1 в своей фракции. Ну и что ж, давайте начнём! Рекомендую покупать персонажей и игровую валюту только на сайте ProSeller.org. Ссылка в описании под этим роликом. На самом деле, я сделал достаточно много скриншотов, но скорее скриншоты я показывать не буду, потому что в них особого смысла нет, и, конечно же, как таковой информации они несут. Но в любом случае, давайте на них посмотрим. Первый скриншот, конечно, я сделал в первый день, когда набрал всего ничего, 700 тысяч очков. Да, на мой взгляд, это достаточно мало. Кто-то скажет, да блин, я в жизни набирал 700 тысяч, но для меня 700 тысяч — это обыденность. Я достаточно часто набираю такое количество очков, и когда вы видите своего рода 700 тысяч, ну, это ни о чём не говорит. Я хочу сказать вам сразу. Нет, конечно, это много, но всё-таки это всего ничего. 700 тысяч. Дальше у меня идёт скриншот, который я уже достиг миллиона 700 тысяч. Это было на второй день. Я, в принципе, дошёл опять же до первого места, но на тот момент я соревновался лишь с одним человеком — это с крапивой. Кстати, заметьте, тренер Икс, он на третьем месте идёт. И эта зараза, против которой я сражался, больше всего мне надоела. И, к сожалению, я с этим ничего поделать не мог. Но на четвёртый, то ли на третий день у меня уже было на третий день 2 миллиона 860 тысяч. 2 миллиона 860 тысяч я набил на третий день игры. Прошло около 25 часов, но чё поделать, приходилось играть, и, конечно же, тренер Икс всё время мне мешал. Ну и, конечно же, последнее, что я сделал, это, конечно же, набрал 3 миллиона. Тут на скриншоте 556 тысяч, но на деле я набрал 3 миллиона 700 тысяч очков. 3 миллиона 700 тысяч. Но при этом тренер Икс по какой-то причине отстал и набрал 3 миллиона 400 тысяч и забил на игру. Но я не успокоился. Я хотел, конечно же, достигнуть топ-2 в мире, именно по всем фракциям топ-2. И я это сделал. Да, конечно, не топ-1, но набить 6 миллионов, я вообще не представляю, кем это нужно быть. Роботом, который играет каждый день без остановки, я понятия не имею. 3 миллиона для многих, мне кажется, это будет вау-эффект, но, блин, 6 миллионов, это сильно, это очень сильно. И таким вот образом я, конечно же, шёл именно вот до этой достаточно интересной отметки. Каким образом я набрал, конечно же, эти 3 миллиона, вы спросите. На данный момент я появился в игре. Я, как вы видите, доступен ранний доступ на Джеки Брикса, а также началось испытание на воина Шакана Кинтара. Но также я могу открыть сезоны воин фракции, которые я открою, конечно же, в следующем ролике. Здесь, конечно же, ролик немножечко о другом. Ну и давайте перейдём в воины фракции. И посмотрим же, какой командой я набивал легенду. Именно легенду. Сейчас я нахожусь, кстати, на списке лидеров «Ученик 2». По той причине, что я не играл. Сезон только что закончился, по сути, я не набил ничего. Играл я вот этой вот командой. Сайрок Стриборг, Дженни Кейдж, Охотник на Нежить и Соня Блейд. Потратил неимоверно много душ. Около 300, наверное, точно. 300 душ у меня ушло. Возможно, даже 400 на то, чтобы, конечно же, поддерживать эту команду. И в жёсткой битве, именно в жёсткой битве, играть именно ею. Жёсткую битву я проходил практически каждый раз. Я ни разу практически не проиграл. Ну, были, конечно же, моменты, когда попадались либо читаки, либо команды, с которой я пока что не был знаком. И приходилось каким-то образом выкручиваться. Я либо проигрывал, либо каким-то непонятным образом выигрывал и продвигался дальше. Но были такие моменты, когда я не набирал фу очки за жёсткую битву и приходилось переигрывать. В целом, такое случается. Я скажу вам, даже с такой командой. Но всё-таки, это тот самый Триборг Сайрихс, о котором я не раз говорил, с экипировкой. Боевой нож, усиление основного урона, киберброня, это экипировка самого Триборга. Ну и, конечно же, медальон душ усиливает увеличение набора силы. Я думаю, вы и так это уже знаете, потому что не раз эту экипировку я демонстрировал на данных персонажей и не только. Джонни Кейдж, охотник на неже, самый топовый персонаж в этой тиме. Как раз-таки на него я делал акцент, и этот персонаж является одним из лучших в игре. Вы, конечно, сейчас начнёте спорить, но я набил легенду. Топ-1 именно этим персонажем. Поэтому всякие аргументы могут отпасть, мне кажется. Хотя, возможно, кто-то и дальше будет кричать, что нет, нет, конечно же, Ханзуха, Саша крутой. Я не спорю. Но всё же. Молот к небу, десятого слияния кибер-рука и бледная татуировка. В принципе, всем довольно знакомая экипировка. Самое главное, это, конечно же, бледная татуировка. 60% увеличения урона от основной атаки и 50% уменьшения расхода силы на спецприём 2. Я Джонни Кейджем наношу спецприём 2, и сразу же у меня есть спецприём 1, для того, чтобы истощить следующего противника, которого я, надеюсь, что прикончу. Так вот, и последний персонаж это Соня Блэйд Холодная Война. Своего рода семейка Кейдж собирается, но без Кейси. Но да ладно. Соня Блэйд Холодная Война, она нам дарует щит. Это пассивная способность Сони. А также я на неё поставил ледяные кинжалы связанного демона. Как раз таки это связанный демон дарует нам усиление. Опять же, набора силы. И маска Дромина. Насчёт маски Дромина мы поговорим отдельно. Почему? Маска Дромина это не совсем простая маска. Я вам объясню сейчас почему. Она очень сильно вам поможет при наборе очков Война Фракции. 30% вариантов иммунитета к смертельному удару только Война Фракции. Это ладно. Да, это очень круто. Кстати, против Люкана вы будете держаться. Но всё же. 15% увеличения очков за Войны Фракции. Если ранее я набирал около 8 тысяч за последний бой в жёсткой битве, то сейчас я набираю 9200. И всё благодаря маске Дромина. Таким образом, конечно же, я набираю быстрее очки и продвигаюсь по вот этой вот самой турнирной лестнице. И занимаю первые места. Благодаря этой маске я набрал на 15% больше очков, нежели чем мог бы набрать без неё. Ну, я думаю, посчитать вы и сами сможете сколько. отнимаем от 3 миллионов 700 тысяч 15% и сколько остаётся. В целом, математику я здесь вдаваться не буду, но всё же, я думаю, вы сами понимаете, что это достаточно много. Это несколько часов игры, если уже говорить об этом. Играл я 33 часа, минус того, что я, конечно же, делал, это то, что я играл на эмуляторе. Сразу хотелось бы сказать, что никогда не играйте на эмуляторе. Это очень и очень плачевно. По какой причине? Эмулятор долго грузит. Эмулятор, опять же, загружает иной раз битвы, непонятно как, но это возможно только у меня на Noxplayer, на других эмуляторах это гораздо лучше. Потому что иной раз у меня просто-напросто эмулятор тормозит, я думаю, вы это достаточно часто замечали, тогда, когда я открываю пакеты. Он останавливается и почему-то 10 секунд ждёт. Непонятно чего, непонятно зачем. Это потеря времени. Поэтому пришлось 33 часа потратить на то, чтобы, конечно же, набить 3 миллиона 600 тысяч. Если бы я играл, например, на айфоне седьмом, то я бы это сделал гораздо быстрее. Плюс тут турнирная таблица, она гораздо хуже, нежели чем на андроиде. Я вам скину скрины, вы сами посмотрите и убедитесь в этом. Если у меня в Братстве Теней, по-моему, здесь в первое место было 2 миллиона очков силы, то у меня 3 миллиона 500 или 400 тысяч. Вы помните, сколько набрал тренер Икс. Скриншоты я предоставлю, это не проблема, я специально для этого видоса все заскринил. Что ж, ребят, сейчас вы видите мой рабочий стол, который подгружается и его я демонстрирую опять же не просто так. Так, творческую студию я нажал, сейчас вы увидите наглядный пример, сколько мне пришлось потратить времени для того, чтобы, конечно же, дойти до легенды. Я опять же говорю, что я это продемонстрирую. Первый стрим у меня начался 30 апреля 2018 года в час 13. Таким образом, я, как вы видите, наиграл 6 часов 43 минуты и набрал ролик неважно сколько, это все остальное неважно. 6 часов. Следующий стрим уже у меня был 1 мая 2018 года, закончился он в 4 утра и длился он 9 часов 30 минут. Прибавляем 6 часов плюс 9 часов и плюс 30 плюс 40 минут, это получается в районе 16 часов у меня уже было наиграно. Следующий стрим у меня длился 2 мая 2000, точнее, начинался 2 мая 2018 года и, как вы видите, наиграл я 11 часов. 11 часов получается мы 16 прибавляем 11, итого 27 часов. 27 часов, Карл! И последний стрим это уже добивание было финалочка на 4 миллиона очков воинфракции и здесь я сыграл ну, скажем так, 6 часов. 27 прибавляем 6, получается те самые 33 часа. 33 часа, чтобы, конечно же, набрать 3 миллиона 600 тысяч. Честно говоря, сейчас мне не верится, потому что до этого момента на моем основном канале, именно на этом, на котором вы сейчас смотрите ролик, я вам скажу сразу, по-моему, я набил миллион 700 тысяч. Да, всего-то миллион 700 тысяч. Здесь же уже 3 миллиона 700 тысяч. Это жесть. Ну, здесь я, конечно же, округлил, 4 миллиона написал, но суть в том, что набил я 3 миллиона 700 тысяч. Если бы мне игра еще дала немного времени, я бы набил 4 миллиона. Для меня это была не проблема. Но самое главное, то, что я попал в топ-2 мира воинфракции, ну и, конечно же, в топ-1 по своей именно фракции, а это Братство Теней. В принципе, вот такие вот дела. Надеюсь, многим понравилась данная тема, потому что я уверен, что многие хотят играть в воиныфракции, хотят набивать эти самые паки воинфракции и занимать какие-то определенные места, возможно, даже в топе, и это очень клево. На самом деле, кто-то скажет, что зачем, зачем это нужно, но да, в целом, я согласен, это не нужно, это, по сути, чисто было сделано ради галочки какой-то, чтобы я, например, доказал самому себе, что я это могу сделать, и да, я это смог, теперь я буду играть и дальше, конечно же, в игру Mortal Kombat X, но, возможно, чуть меньше, а, возможно, через месяц мне опять стукнет голову что-нибудь, и я такой, блин, надо набить теперь не 4 миллиона, а 5, либо 6 миллионов и занять топ-1 мира, потому что топ-2 мира, это, конечно, звучит круто, но все-таки хотелось бы попасть на первое место в мире воинфракции, но все-таки пока что этого я сделать, к сожалению, не смог. Да, как-то так получилось, и я надеюсь, данный видос вам понравился. Многое хотелось бы упомянуть, в первую очередь, конечно же, хотелось бы сказать спасибо всем тем, кто присутствовал на данных стримах, это куча народу, на самом деле, если вы даже посмотрите, мой канал второй, он не особо развит, и на нем присутствовало по 2-3-4 тысячи человек за стрим, это очень клево, на самом деле, и особую благодарность хотелось бы сказать некоторым людям, личностям, опять же повторюсь, возможно, вы их ники увидите где-то вот здесь, они будут сейчас изображены по той причине, что всех, конечно же, перечислить у меня не получится, поэтому, ребят, если я кого-то забыл, либо кого-то не упомянул, извините, пожалуйста, но все-таки, блин, это было сложно, играть 33 часа за 4 дня, ну, это достаточно много, но зато выйдет куча классного контента, я надеюсь, ребят, оно вам понравится, все-таки, блин, когда ты открываешь пак его инфракции, и понимаешь, что ты занял легенду, не багом каким-то, а именно играя, набивая 33 часа все это, ну, блин, это жуткие, мне кажется, эмоции будут, и на самом деле это будет очень клево, что ж, вот такие вот дела, я не знаю, хотел ли я что-то еще сказать, но, по-моему, нет, все, что я хотел, я высказал в данном видосе, и, по-моему, ничего не забыл, надеюсь, потому что я мог что-то забыть, и о чем-то не досказать, потому что сейчас 2 часа ночи, и, блин, мне нужно ролик уже залить именно сегодня, чтобы, конечно же, открыть паки в инфракции уже в субботу, а в воскресенье открыть паки за 360 душ, я думаю, это будет интересно, ну, и какой-то хотя бы контент вы увидите, пока ждете обновления, потому что я сам не знаю, когда оно выйдет, могу только предполагать, но, а мои предположения я могу засунуть, сами понимаете, куда, потому что они, по сути, ничего не значат, в общем, всем спасибо еще раз за просмотр, если вам понравился данный видос, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ждите новых роликов, они скоро будут, всем спасибо, всем пока, Субтитры сделал DimaTorzok